Итак, друзья, всем привет! Вы на канале SirShop, то есть у меня будет обзорчик на микрофон. У меня недавно в времени появился микрофон Derringer XM8500. Довольно-таки интересная вещичка, стоит очень меняемых денег, и поэтому я хочу о нем, конечно же, рассказать более подробно, чем он недавно был у меня в сравнении с Shure MV7. Постараюсь коротко. Приходит вот в такой вот упаковке, коробочке. Вот так вот она выглядит. Снимаем пакет. Дальше идет кейс. Сверху кейса у нас вот такая вот брошюра. Дальше пластиковый кейс. Если вам нужно будет в дальнейшем его с собой переносить, то окей, он уже в комплекте. Открываем. Увидим вот такую комплектацию. Внутри вот такой сертификат с чистотой исследования, то есть на какой статей он должен работать. И внутри этой коробки у вас будет лежать непосредственно сам микрофон. Эта штучка не обращайте внимания. Это я вытащил из микрофона, потом расскажу, откуда она. Здесь у вас будет крепление для этого микрофона, чтобы его закрепить на стойке, и непосредственно сам микрофон. Внутри все выполнено вот таким вот мягким поролончиком. То есть микрофон очень хорошо и прекрасно. И самое главное безопасно будет переезжать с места на место. Теперь давайте посмотрим сам микрофон. Сверху я на него уже одел поп-фильтр. Сейчас расскажу вам почему. Давайте изначально. Этот поп-фильтр не комплектный. Одел его для того, чтобы немножечко улучшить звук. Внутри у нас стоял вот такой фильтр. Сразу же начнем с разбора. Этот микрофон многие еще сравнивают с Shure 57, с Shure 58. И этот микрофон реально очень достойный. Вот так вот у него выглядит капсуль. Здесь идет фирменная надпись Behringer. Здесь соответственно у нас подключается XLR. И вот этот как раз зажим идет комплектный. В штатной вот этой сетке уже есть поп-фильтр. Берингер изначально вот здесь стоял. Я его оттуда вытащил и стал использовать внешний. Но сейчас для записи и тестов мы с вами его поставим на место. И будем использовать микрофон непосредственно уже со штатным фильтром. Также давайте покрутим его со всех сторон. Вот такие вот надписи вы видите на микрофоне. XM8500, Behringer. Оригинальный Behringer, не какой-то там подделка, а настоящий Behringer. Покупал я его по-моему в магазине Moostork. Может быть буду ошибаться, но стоил он в районе 200-300 что ли. Что-то вот таких вот каких-то денег. Очень вменяемые деньги. На вот этом зажиме штатном, который идет вместе с микрофоном, присутствует надпись, что закрепляет микрофоны от 20 до 35 миллиметров. Вот так вот она выглядит. Вполне себе такой мягкий, прочный пластик. Вставляем сюда микрофон. Вставляем XLR. И давайте приступим к тесту. Зачем вам говорить о микрофоне, если мы можем его послушать? Вы сейчас услышите и чистый звук, и звук с обработкой. Также перед всеми тестами я люблю показать вам, как звучит непосредственно сама комната. Давайте послушаем. Сейчас я щелкну, и вы услышите уже звук с камеры. Вот такой звук мы уже получаем непосредственно с камеры. И теперь давайте послушаем тишину. И сейчас вы меня услышите уже непосредственно с этого микрофона. Поехали. И вот теперь, друзья, вы меня слышите уже непосредственно с этого микрофона. Как вы понимаете, вот такая тишина просто вокруг. Сейчас у меня этот микрофон подключен к аудиоинтерфейсу Presonus. И в нем присутствует встроенный DSP-процессор. Чуть-чуть попозже я вам покажу, как микрофон работает в чистую, то есть без каких-либо обработок внутри самой звуковой карты. На посте я обрабатывать ничего не буду, чтобы вы услышали чистый звук непосредственно самого микрофона. Как вы можете сейчас услышать, встроенный вот этот поп-фильтр, который я вам показывал, который стоит вот в этой крышечке, он не справляется с своей задачей. И поэтому я ставил внешние поп-фильтры. Я для себя заказывал вот такие вот поп-фильтры с Алиэкспресса. Вы можете перейти потом в описании, посмотреть и заказать, если вам потребуется. Давайте зачитаем пару строчек, я потом одену поп-фильтр, и вы посмотрите на разницу этого звучания. Behringer XM8500 представляет собой динамический вокальный микрофон с кардиоидной направленностью. Вокальный микрофон XM8500, произведенный компанией Behringer, Австрия, создан для концертного и повседневного озвучивания вокала и музыкальных инструментов. Микрофоны варьируются по цене от 2 к 200, но не знаю, будет ли это оригинальным. Ну и допустим, в одном из распространенных интернет-магазинов музыкальной техники, этот микрофон сейчас стоит 2 870. И вы сможете, в принципе, его спокойненько заказать. Частотные характеристики в диппозоне от 60 Гц до 15 кГц. Обеспечивают ясное и прозрачное звучание вокала. Если вы желаете купить недорогой вокальный микрофон Behringer, предлагает оптимальное решение для концертных площадок и домашних студий звукозаписей. Давайте оденем поп-фильтр и сравним звучание. Ну вот теперь все то же самое, только вы теперь не слышите вот этих паразитных вздуваний и так далее. То есть теперь это все уже держится намного прекрасней. Но я немного решил усовершенствовать, чтобы еще меньше терять высоких частот, а высокие частоты при поп-фильтрах, соответственно, будут теряться, и никуда от этого вы не денетесь. Для этого я открутил вот эту вот башку, башню, снял с нее вот этот колпачочек. Давайте вот так буду аккуратненько, чтобы туда ничего не задувало. Вытащил из него встроенный поп-фильтр, потому что чувствуете, какой голос должен быть и какой вы потом в итоге слышите. Понятно, что будет часть каких-то звуков краса. Вот таким вот ловким движением мы подцепляем и вытаскиваем оттуда штатную ветрозащиту. И у нас получается просто вот такая вот сетка. Ставим ее на место. Но перед этим еще хотел показать, как выглядит непосредственно сама капсула. И здесь тоже есть поролон. Я думаю, было прекрасно все видно. Дальше мы накручиваем. Одеваем сверху какой-то из поп-фильтров. И все, мы можем с вами продолжать пользоваться этим микрофоном. Но теперь у нас уже на нем есть вот такой вот замечательный поп-фильтр. И теперь я думаю, что этот голос намного лучше слышно. Я очень много использовал разных микрофонов. И скажу вам так, что это один из лучших микрофонов для того, чтобы что-то стримить, записывать подкасты и так далее. Озвучивать ваши ролики. Это очень прекрасный микрофон. Он вообще не ловит вокруг никаких шумов. Нет, какие-то сильные шумы он, конечно же, ловить будет. Но давайте я чуть-чуть просто сдвинусь сейчас в сторону. И вы послушайте, как он звучит. Чистая передача голоса и вокала исполнителя на сцене и для нашей студии. Безупречный дизайн концентрации стилит компании Behringer Austria. Оптимальное сочетание качества и возможности эксплуатации в своем классе. Он супер направленный. Также я могу, в принципе, в него и шепотом говорить спокойненько. Вот таким просто тихим голосом. Но можно говорить и чуть-чуть погромче. Сейчас мне также хотелось бы показать вам, как этот микрофон звучит в чистую. И на этом наш эксперимент будет остановлен. Единственное, что возможно потребуется, это на посте поднять немного уровня. Потому что данный микрофон сейчас использует DSP, а там есть настройка как раз и компрессора, и шумодавчика. Поэтому там за счет компрессии уровень чуть-чуть будет поднят. И я на посте немного подниму уровень звука. Все, отключаю все эффекты. И вот так вот этот микрофон звучит без каких-либо дополнительных эффектов и так далее. 1, 2, 3. Даже, наверное, давайте сделаем немножечко не так. Сейчас, со встроенными всякими DSP, компрессорами и так далее, которые есть в моей звуковой карте, в моем аудиоинтерфейсе Presonus, усиление микрофона у меня стоит 41 дБ. Да, у меня есть точная цифра на этом аудиоустройстве. И я могу контролировать непосредственно, сколько здесь дБ. А непосредственно это 41 дБ. Никаких раскачивающих устройств не нужно. Но здесь еще может зависеть от вашего аудиоинтерфейса. Вес у данного микрофона 240 грамм, судя по характеристикам. Соотношение сигнал-шум 78 дБ. Чувствительность минус 70 дБ плюс минус 2 дБ. Выходное сопротивление 150 Ом на частоте 1 кГц. Встроенная ветрозащита, защита звукового тракта от шумов, дыхания и ветра. Комплектация микрофона. Так, вот в принципе 41 дБ вы сейчас слышите. На постели, где я ничего не добавляю, в АБС записываю через АБС. У меня есть какой-то специализированный звукозаписывающий интерфейс. Просто через АБС. Чтобы вы понимали, то есть в принципе на стриме у вас будет вот такой же звук. Или где-то в подкасте. Сейчас я выключаю пресет. Мы слышим чистый звук микрофона. И на этом будет на сегодня все. Тесты в общем. Вот так вот звучит микрофон на 41 дБ. Я думаю, что нам нужно немножечко поднять. Сейчас где-то в принципе звук у нас скачет до минус 12-15 дБ. По большому счету можно пользоваться характеристиками. Я думаю, что вокруг никаких шумов мы и не слышим. Давайте чуть прибавим дБ. Вот сейчас на микрофоне 48 дБ. Мы с вами получаем вот такой вот звук. Прекрасный аудиоинтерфейс, кстати. И потом о нем еще запишу. Сделаю обязательно видосик. Ну а сейчас у нас с вами задача оттестить сам микрофон. Это сейчас чистый звук данного микрофона. Без каких-либо обработок и так далее. На посте я думаю, что ничего добавлять не буду. Потому что здесь звук я по АБС вижу уходит до минус 5 дБ даже. Но как вы видите, вот с этим поп-фильтром никаких проблем нет. Если его снять, то звук становится может быть немного почетче или еще как-то вам слышнее. Но в данный момент никакой ветрозащиты нет вообще. Я могу также говорить через ветрозащиту, которая идет в комплекте. Но немного отодвину ее на более большое расстояние. И тогда даже она уже начинает справляться с этими P и так далее. Поэтому здесь, если бы вот эта сетка была немножечко повыше, то даже встроенной вот этой ветрозащиты вполне бы хватало. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Сейчас у меня микрофон без каких-либо поп-фильтров, сеток. На микрофоне стоит усиление 48 дБ. Я говорю немножко в сторону и особо звука вы никакого, наверное, постороннего даже не слышите. Также у меня сейчас в комнате работает холодильник и так далее. Но вы слышали, какой здесь шум. Я одену на него поп-фильтр, чтобы было это комфортнее и удобнее делать. Бабушка пекла пирожки и рассказывала нам, какие мы хорошие и здравые ребятушки. Поскрипим креслом. Ну, какой-то звук наверняка будет доходить, но ни соседи, ни ребенка в соединенной комнате с этим микрофоном вы не услышите. Это реально клевый динамический микрофон, который может посоревноваться с Shure SM7B. И я, кстати, очень много видосов видел, где ребята из этого микрофона делают SM7B. Они его переставляют в самодельный 3D-корпус какой-то, сделанный под SM7B. И тем самым у них получается замечательный звук. Мне этот звук полностью нравится. Вот сейчас вы слышите его чистым. Клевый, интересный звук. Я думаю, что, в принципе, очень многим микрофонам до этого звука еще очень и очень далеко. Давайте пощелкаем клавиатурой. Вот так вот ее слышно. Это механическая клавиатура, красные свечи. И во время разговора, если буду разговаривать, я думаю, что вы саму клавиатуру не услышите. А сейчас я непосредственно ей так же и стучу, продолжаю. Но если вы начинаете говорить, то этот шум уже не такой-то и слышимый. Я не знаю, что еще здесь можно добавить. Отличный микрофон за свои 2000 рублей. Аналогов у него нет. Если вы думаете обратно, напишите мне, пожалуйста, в комментарии. И я посмотрю, что за микрофон вам понравился лучше, чем этот за такие же деньги. Скоро на обзоре будет, кстати, микрофон Shure SM7B. И мы с вами еще немного вспомним и этот микрофон. На этом у меня сегодня все. Всем спасибо, всем пока. На обзоре был сегодня вот такой вот микрофон. Behringel Ultra Base XM8 500. И сейчас вы слышите чистый звук с этого микрофона. Без каких-либо обработок, доработок, DSP-процессоров, эхминзеров и так далее. Шумодавов ничего сейчас не включено. Это чистый звук микрофона. И на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok